Друзья, это третья часть цикла не связанных между собой историй, сделанная на базе воспоминаний Алексея Ивановича Нестеренко. Источником послужили материалы из книги «Огонь ведут Катюши». Подвижной группе генерала Костенко и другим войскам Северного Крыла командующий Юго-Западным фронтом поставил новую задачу – выйти на Ракаду Тула-Арю. И вот с 25 по 31 декабря 1941 года 4-й и 7-й гвардейские минометные полки залпами своих дивизионов и батарей обеспечивали продвижение дивизий 5-го кавалерийского корпуса и 1-й гвардейской стрелковой дивизии. В дивизиях тогда было мало артиллерии и непосредственную огневую поддержку пехотных и кавалерийских полков осуществляли гвардейские минометные батареи. Так, только 26 декабря 1-й дивизион нашего полка поддержал кавалерийскую дивизию и дал 5 батарейных залпов по скоплению противника и минометным позициям в районе Высокого, Труды Миряева и Трудки, которые затем были заняты нашими войсками. А уже 27 декабря при поддержке наших дивизионов 14-я кавалерийская дивизия овладела Услисками. В дальнейшем же 31 декабря 1-й и 3-й дивизионы нашего полка провели 15 батарейных залпов по скоплению пехоты, автомашин и танков противника в районе Березовец и Холопова. Тогда были нами израсходованы последние 711 снарядов М-13. Тогда мы, к сожалению, не знали, когда и сколько получим снарядов. Поэтому 31 декабря дивизион М-13 из Услисков пришлось отправить в Труды Миряева. Сам же я со штабом полка и дивизионом М-8, которым командовал капитан Вальченко, остался в Услисках. Этот дивизион еще имел 2 залпа, а в Услисках находился штаб 14-й кавалерийской дивизии. В эту тревожную новогоднюю ночь я был вызван в штаб дивизии, где начальник штаба майор Шмойло сообщил мне, что противник подтягивает большое количество танков, имеет превосходство в силах и, очевидно, с утра перейдет в наступление. Рубеж к обороне фактически не готов, сказал тогда Сергей Трофимович. Противотанковые средства по существу отсутствуют, а наши кавалерийские полки против танков вести борьбу не могут. Кроме этого, между нами 1-й гвардейской стрелковой дивизии образовался большой разрыв, так что ракетчикам надо быть готовым к отражению атаки противника и к отходу. Вернувшись в свой штаб, я дал указание командиру дивизиона капитану Вальченко занять огневые позиции и держать дивизион в полной боевой готовности, а самому находиться на наблюдательном пункте. Отдав необходимые распоряжения штабу, я тоже отправился на наблюдательный пункт, а около 2-х часов ночи меня снова вызвали в штаб дивизии. Сергей Трофимович сразу же подвел меня к карте и произнес. Ну что, дорогой Александр Иванович, плохой у меня новогодний подарок, произнес тогда он. Чтобы не поставить нашу дивизию по танковый удар врага, принято решение до рассвета оставить усть лески, после чего оторваться от противника. Уходить мы будем оврагами и балками, где дорога для автотранспорта непроходима, поэтому вам надо обратно отходить в Труды Миряева. Время не теряйте и действуйте самостоятельно, мы оказать вам помощь, к сожалению, не можем. После этого далеко не радостного сообщения, я распорядился по телефону все машины срочно выводить на дорогу и двигаться на Труды Миряева. Дивизиону Вальченко был дан отбой. Но уже к рассвету мы подошли к Большаку, идущему на Труды Миряева. В голове колонны шли автомашины полка, затем транспортные машины дивизиона, а за ними боевые установки, которые прикрывал взвод управления дивизиона. И вот, когда мы подошли к развилке дорог, в это время появились немецкие танки. Они тут же, отрезая нам отход, открыли огонь из пулеметов по головным машинам, а слева из лощины показалась еще одна колонна немецких танков. В нашей же колонне тут же загорелась машина, и мы тут же поняли, что путь отхода был отрезан. Спереди и слева вражеские танки, справа глубокий овраг с крутыми склонами, а в снегу развернуть машины обратно было невозможно. Что делать? Дать залп по атакующему противнику мы тогда не могли, несмотря на то, что машины были заряжены. Вражеские танки пехоты находились уже на расстоянии 600-700 метров, а противотанковых средств ни мы, ни кавалеристы, не имели. Наши воины с автоматами и гранатами залегли вдоль дороги и заняли оборону. Но что они тогда могли сделать против танков? Комиссар Раченко и чекист капитан Жарновский встревоженно спрашивали меня. Что будем делать, командир? Да выход-то один, ответил я. Выпустим снаряды в сторону противника на минимальном прицеле, боевые машины подорвем, остальные подожгем. Ну а затем будем отходить через овраг на Трудомиряева. Да, иного выхода нет, подтвердил Раченко. Но тогда держите с гвардейцами оборону, не подпускайте вражескую пехоту, а я побегу к боевым машинам. Когда же я подал команду произвести залп на минимальном прицеле, а затем подорвать боевые машины, послышались тревожные крики. Танки с тыла. Положение создавалось еще более критическое. Тогда бойцы и офицеры залегли вокруг машин, но тут уже послышались не тревожные, а радостные крики. Да танки-то наши, свои. И действительно, обходя боевые машины справа на полном ходу, с открытым люком шла наша 34-ка. На ее броне сидели два танкиста и громко кричали «дайте дорогу». В это время мимо меня прогрохотала стальная громада, и это казалось каким-то чудом. Всех нас охватил неописуемый восторг и радость, но откуда же взялся этот танк? А он в это время, прикрываясь колонной машин, незаметно для врага переместился на левую сторону дороги, после чего танкисты закрыли люк и почти в упор открыли пушечный огонь по машинам противника. От первого же снаряда загорелся головной немецкий танк, а затем запылал второй. Остальные машины тем временем стали давать задний ход и вскоре скрылись в лощинах, уходя в лес. Ну а наш танк тем временем взобрался на холм и оттуда подбил еще две немецкие машины. Дорога на Трудомиряево была свободна. Наш же танк-спаситель остановился у перекрестка как могучий страж, развернув в сторону противника свою грозную пушку. Под его прикрытием гвардейцы убрали с пути горящие машины и двинулись на Трудомиряево. Мы же тогда с комиссаром сердечно поблагодарили танкистов. Да не нас надо благодарить, ответил улыбаясь командир экипажа, а хозяйку нашу, у которой мы ночевали. Мы из 121-й танковой бригады, которая поддерживала 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Вчера вечером, когда мы шли на участок дивизии, забарахлила ходовая часть. Нам тогда пришлось завернуть в усть лески, где мы отремонтировали танк и легли отдохнуть. Ну а ночью нас разбудила наша хозяйка. Ребята, говорит, наши уходят. А мы смотрим и правда, Катюша в самом деле покидают деревню. Тогда мы завели свой танк и пошли вслед за вами. Да, танкисты тогда нас здорово выручили. Ну а мы, отойдя километра три, долезали по тому самому лесу, куда недавно отошли немцы. И вот так вот, благодаря появлению одного единственного танка, нам удалось выйти из, казалось бы, совершенно без выходного положения. Потеряли мы тогда трех человек убитыми и пятеро ранеными. А после залпа снова двинулись на труды Миряева. Там находился штаб кавалерийского корпуса генерала Крюченкина. Ну а мы тогда доложили генералу обо всем случившемся и о героических действиях танка Т-34. Крюченкин же выслушал нас и сказал. Ну что ж, дорогие гвардейцы, пришло время нам расставаться. Приказы на вашей части отправить в Воронеж. Жаль, конечно, что поделаешь. Но спасибо за работу и желаю в дальнейшем успехов. А о танкистах ваших спасителях мы не забудем. Представим к награде. Вот так вот наступил новый 1942 год. А с ним новые бои и новые испытания. Друзья, не забываем оценивать видео и оставляем свои комментарии. Кроме этого, проходим на канал и смотрим другие выпуски, которые сделаны на базе воспоминаний Алексея Ивановича Нестеренко. Но и также не забываем подписываться на мои группы в соцсетях и канал на Яндексе. Для того, чтобы мы с вами не потеряли друг друга. Ну а на этом выпуск подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, за поддержку канала. Всем удачи и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok